13.07 в Кирове начинается программа «Особое мнение». В микрофон работает Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает общественный деятель Николай Пихтин. Николай, добрый день. Добрый день. Вот думала, как заменить слово «общественник» на что-нибудь другое. Сложно. Сложно, да. Он какой-то такой общественник, мне кажется, немножко... Длинная. Длинная и какой-то затертая и странно звучит, но альтернативу мы с Николаем пока не нашли. Ну, есть вариант «активист», но это немножко разные вещи. Тоже, «активисты» тоже разные. Это разные. Да, и активисты с разной коннотацией, да, слово может звучать. Ну, мы сегодня собираемся для того, чтобы судить достаточно много вопросов. Здесь у нас и родители, которые устроили пикеты за нехватки детских и мест в детских садах, вот только что они были у нас в дневном развороте. И, конечно же, акции протеста, которые устраивают коммунисты и профсоюзы по пенсионной реформе. Но особенно много на прошедшей неделе было вопросов, которые касаются непосредственно городов. И я бы начала с того мероприятия, которое прошло в пятницу. Мы его активно анонсировали. Это очередная встреча, которая была устроена с подачи города и правительства. И посвящена она урбанистике. То есть градоустройство, как мы живем в конкретном городе, все аспекты жизни города, в это слово урбанистика. О чем раньше не задумывались. Вообще, да. Хорошо, что ты так думаешь. Спасибо тебе. Итак, приезжал специалист из Санкт-Петербурга Юрий Перелагин. Он возглавляет один из проектировочных институтов. Напоминаю, что этот институт занимается и тем, что делает кинопланы, разрабатывает для регионов и для муниципалитетов социально-экономическую политику, отрабатывает вместе с властями, делает и более такие локальные проекты. Юрий Перелагин приезжал к нам с... Он говорит, это нехорошо называть лекцией, да, с беседой о том, как, собственно говоря, благоустроенная территория влияет на экономику города. И как можно устроить благоприятно вот эту территорию, задействовав экономические рычаги, которые существуют в городе, но их не учитывают, их не использовали никогда. Этот вопрос, мне кажется, тоже впервые поднимался в нашем городе. Да, впервые. Вот. И я бы хотела, чтобы ты поделился впечатлениями со встречи. Основные для себя какие-то позиции выделил, что там прозвучало, может быть, со стороны Юрия Перелагина сначала, а потом обсудим, как дискуссия вообще сама шла, о чём люди говорили. Так что ты услышал из вот этой лекции, которую нам Юрий Перелагин предложил, из его презентации, он нам показывал различные кейсы разных городов. Во-первых, я бы хотел отметить, мне нравится эта тенденция о том, что город стал привлекать внешний взгляд, как я называю, то есть внешний взгляд, не местный архиектор и так далее, а людей со стороны, которым глаз не замыли, они видят те недостатки, которые в городе есть. И на сегодня, вот я знаю, вот он же проходил по городу, Варламов ходил по городу, и они очень много замечаний сделали тех, которые мы сами не замечаем уже. Поэтому в этом польза есть. То, что он, ну, я бы не назвал это беседой, скорее всего, уже лекция была. То, что он рассказал, конечно, это удивительно, и для меня интересно то, что эти города, Красноярск, Искусство, Томск, что они вселись за это дело и стали это реализовывать, не побоялись. А что конкретно у тебя впечатлило в этих проектах? Понимаете, мне кажется, что там же речь идет о кварталах, то есть обустроиваются кварталы. По идее, это как бы, если смотреть в перспективу, то обустройство какого-то квартала, допустим, в Кирове, если это сделать, это даст как бы сорт для того, чтобы такие кварталы появлялись и дальше, и в городе размножалось. В результате весь город станет таким эффективным, интересным кварталом. То есть речь шла о том, что не точечно, как у нас ямочный ремонт происходит, так во всем происходит, а берется целый квартал большой в городе и полностью перестраивается. Мы вот с ребятами как-то встречались, вот я им высказал такую идею, это еще до него было, и я заключал в чем, вот я образом так скажу, вот выделили деньги, допустим, на Скирове, там на ремонт бордюров, так? Эну сумму, допустим, там 5 миллионов выделили, в результате на Филейке сделали бордюрчик, на Витеке сделали, на Сельмаше сделали, там сделали, сям сделали, все размазано, о чем Перельман и говорил, и эффект это не видно. Перелогин. Ой, Перелогин, извиняюсь, да. И эффект это не видно. И вот как раз мысль-то и Олеевы сказала о том, а чтобы городу не взять 2-3 квартала, их сделать образцово показательно, как надо делать, и как можно сделать. Тогда эффект люди увидят, а не придут, скажут, ребят, можно. И тогда живущие в другом квартале будут требовать от города, скажут, вы нам такое же сделаете. Вот эффект, какой ему интересный. Ну, то есть Юрий Перелогин рассказывал о том, что берется квартал и полностью перерабатывает. Перерабатывает все коммуникации, перенаделяется земля. Земля, да, да. Помните, он говорил... Решатся вопросы на частных домах, там, и так далее. Помните, он говорил, что то, что есть много частных владений, а не вся муниципальная земля, не является препятствием для того, чтобы перестраивать по новому городу. Значит, они нашли варианты, как по закону это можно сделать официально и безо всяких вопросов. И было бы желание. Было бы желание, естественно. И там был такой акцент еще сделан Юрием Александровичем. Он сказал, что ничего не получится, если глава региона и глава города это не понимают и не принимают совместные решения. И бизнес. И бизнес. И бизнес. Совершенно верно. А если они все вместе, то все получится. О чем, кстати, японец говорил. И Вау Ахаси. Да, Ахаси. Да, он то же самое говорил. У них в Японии то же самое делается. Когда он находит власть и выше, и пониже, и еще ниже власть. И бизнес находит общий язык, садятся и делают. И все получается. И при этом приводились цифры эти Юрием Александровичем Перелыгиным. Он говорил, что эффект произведенный... Там очень громадный, конечно. Громадный. То есть на те вложения, которые бюджет вкладывает, в разы больше вкладываются инвестиции частных, а потом получается мощный экономический эффект. Все верно. Я вам скажу, вот когда это мероприятие закончилось, у меня интересная мысль возникла. Может, я не прав. Может, меня поправите. Почему эти вопросы не поднимались, еще бытность был их, не поднимались раньше. А где наше архитектурное сообщество в Кирове? Почему эти вопросы не поднимали? Ведь у Перелыгино это делается уже десяток лет. То есть опыт есть в стране. Но однако все молчали и никто ничего не делал. И вот только сейчас, чтобы началось. А что-то началось у нас пока в виде таких бесед. А как вы думаете, вот эти механизмы воспримут с одной стороны и архитекторы, с другой стороны бизнесмены, а с третьей стороны те чиновники, которые, собственно говоря, в этом участвуют? Мне кажется, ну так, может, грубо я скажу, но типа саботажа блюд. То есть не на ура? Не прямо сейчас возьмутся за подобные проекты? Нет, нет. И я уж не говорю об общественности, которые вот ссулись сейчас по Фейсбуку. Они все говорят, ну что поговорили, поболтали, разошлись и все. Ну это классика такая. Я прямо называю это. Люди хотят розыграть всем, что все молчали и все. Так что... А это нормально, что вот так воспринимают сразу? Потому что там же, наверное, на беседе звучали со стороны общественников, да, и со стороны достаточно известных и видных деятелей общественных, звучали претензии к власти больше, чем какие-то там вопросы, предложения. Недоверие есть, причем очень громадное, но... Это накопившийся какой-то эффект? Люди не верят ни во что уже? Что это такое? Вы знаете, я немножко начинаю понимать это в чуть другом ключе. Люди хотят, условно говоря, вот в пятницу встретились, поговорили, в понедельник вышли, уже все сделано. Примерно вот этого хотят. А этого нет, это повод для того, чтобы почернить, покритиковать, пошуметь, а власть ничего не делает. Хотя во вторник уже все забыли про это. Ну написали. Ну написали. Активно об этом написали. Да, это есть. И причем очень много. Мне доверие хромадное. Сейчас прервемся на полминуты, и все-таки еще пара вопросов здесь будет. В частности, что там же такое представительное на самом деле сообщество властей было, да? Там был губернатор, там была Елена Васильевна Ковалева, мэр города, там был глава администрации Шульгин, министры, главы теруправления и так далее. На лица их смотрели, на высказывания слышали. Какое впечатление сложилось после короткого перерыва, расскажите. Продолжаем разговор. Это программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывает Николай Пихтин, а мы обсуждаем встречу, которая прошла в пятницу, по итогам прогулки и дискуссии, состоявшиеся в Космическом центре, об экономическом развитии территории. Как благоустройство территории влияет на экономику, и можно ли с маленьким бюджетом вообще преобразовывать действительно глобально и серьезно территории. Вот что касается реакции общественности, которую сейчас уже можно считать с интернета, всё ясно, Николай. А что касается реакции властей, которые там присутствовали, я напоминаю, что Перелогин сказал, что только при стратегическом решении обоюдных региональных властей в лице губернатора и городских властей в лице глав города, могут возникнуть серьезные проекты, которые будут полностью соответствовать социализации. Всё верно, как принято говорить, нужна политическая воля. А вот как они реагировали? Там сидел Васильев, Ковалёв, Шульгин, там был министр ЖКХ Оредькин. Реагировали по-всякому. Кто-то покачивал головой в знак одобрения, что да, надо делать, а кто-то с непониманием, а кто-то просто пришёл послушать. Но, к сожалению, такие были, я заметил в своём случае. — Ожидаете ли Вы, что подобные встречи всё-таки могут каким-то образом повлиять на ситуацию в Кирове и с точки зрения принятия общественностью горожанами нового взгляда на устройство города, и с точки зрения бизнеса, который поверит, наконец, что не всё купленное и проданное, и можно в этом участвовать с экономическим эффектом для своего бизнеса, и с точки зрения властей им же работать придётся по-другому? — Светлана, следующим этапом, ну, может быть, ещё там одна-две встречи подобные пройдут, но следующим этапом должна быть полностью прозрачная работа в виде рабочих совещаний, заседаний и выработки конкретных вещей, которые должны публично оглашаться, что там было и как там было, и когда народ приходит и начнёт верить, что да, действительно, вот поговорили, вот решение, вот делается. Пусть помаленьку. — Ну, мы тут вспомним, конечно, историю с Москвой, очень показательную Собянину. Его все эти годы критиковали, как только можно, сами же горожане обсуждались и деньги, и работы, и тоже очень много неверия было сейчас. Мы видим ситуацию, и с точки зрения москвича меняется серьёзно. — Ну, абсолютно. Причём очень здорово меняются, да. — Но без мощной критики не обходилось. — Я через минуту, через две, может, соберусь в Москву, специально хочу поездить, походить там. — Потом встретимся, вы нам расскажете о своих впечатлениях. — Даже судя по фотографиям, которые сейчас есть, небо и земля, то, что было сделано. — Что касается самих подобных встреч и самих городских лекций, о которых мы говорим, и о предстоящем губонистическом форуме, делать такое нужно? — Обязательно. Вы не поверите, но лет пять назад был круглый стол общественной палаты, и я как раз выступал и говорил, что вот нужен такой научно-практический конференции или ещё что-то по урбанистике, по организации города, и вот свершилось. — Конечно, дождались. — Да, да, скоро будет. — Да. Вот в интервью нашей радиостанции Юрий Перелыгин ответил на мой вопрос по поводу того, как он видит судьбу центрального рынка. У нас ещё такая новость не вышла, но все, кто слушал нас, они уже знают. Я у него спросила, что вы там видите, что там может ли там быть жилая застройка, должен ли там остаться рынок. Он сказал, что... Вы не слышали его, нет? — Нет, я слышал. — Он говорил, что должен остаться центральный рынок, жилой застройки быть там не должно, и что это можно... — Нет, вот ребята, которые приезжали до этого, там же проводил, они тоже самое говорили, что центральный рынок очень интересное место, и его надо оживлять, и он должен доход приносить как место, а не как рынок. — Чем больше таких будет слов сказано, тем, может быть, скорее всего. — А с другой стороны, ведь до сих пор существуют проекты жилой застройки территории центрального рынка, и они даже выносились. — С моей точки зрения, это надо категорически рубить, но не надо, не должно быть там жилой застройки. У нас достаточно места за городом, ещё где-то. Вы, кстати, ещё одно место забыли, это Соборная площадь с Одином Динамо, которая простаивала. И вот если её сделать активной, то это будет в комплекс целый и сад Александровский, и набережная, и целый комплекс получится. То есть людям будет куда выйти. Кстати, сейчас претензии предъявляют по набережной вполне обоснованно. Вот я пришёл на набережную, 15 минут прошёлся, и всё, мне больше делать нечего. А когда комплекс будет, уже совсем не будет. — Набережная деньги не привлекает. — Деньги не привлекают. — Никак. Вернёмся к Шульгину. Он заявляет, что в ближайшие пять лет, к юбилею города, у нас появится современная коммуникация. Ливнёвка, теплотрассы под землёй, туда же провода электрические. Когда Вы слышите такие заявления от Ильи Вячеславовича, у Вас они доверие вызывают или, скорее, сомнения? — Хотелось бы. Хотелось бы. И, наконец, я услышал то, что меня очень давно корёжило, это провода. Конечно, город паупинный опутан. Съездите в Казань, там все провода убрали в землю. — И не только, малые города так стало. — Да, да. Это совершенно другой вид города, это совершенно другая атмосфера, это растушность, прозрачность. — Но услышать-то мы услышали. А насколько у Вас вызывают доверие такие заявления сети-менеджеры? Это уже Ваш кредит доверия ему непосредственно? — У меня кредит доверия к нему на сегодня есть. Но я повторюсь, скажу, что если сейчас придут рабочие совещания конкретные и публичные, и будут какие-то уже конкретные документы, тогда будет ещё больше доверия. — Ну и вот здесь такое обращение, которое, наверное, Вы помните, я сделала прямо во время вот этой дискуссии, и к Вам тоже, и к властям. Очевидно было, что всё-таки вот этот накопившийся негатив, который даже самые передовые представители общества высказывают, требует какого-то выхода. — Конечно. — И вот этого дискуссионного клуба, который был под Вашим предводительством, где можно было... где сначала выпускали пар, активно и даже агрессивно когда-то, а потом приходили... — И в этом паре проходили изюминки, очень интересные предложения какие-то. — У нас предложение к Вам, Николай, верните дискуссионный клуб. Мне кажется, что власти вот сейчас, спустя уже пару лет, с тех пор, как приходят новые команды, они готовы к тому, чтобы выслушивать и даже неконструктивную критику, и на неё отвечать. — Я вам скажу, значит, я переговорил с их журналистом в Кировской области, они хотят взять, сейчас я их предложил взять, и дальше, чтобы он уже... Они согласились, и я чувствую, что где-то скоро от них пойдёт уже, они сами будут проводить, организовывать и так далее. — Николай Пихтин делегировал эту историю про дискуссионный клуб. — Новая ступень. — Если он возвратится, это будет очень хорошо. — Конечно, на те площадки. — Потому что хотелось бы, чтобы дискутировали не только на общественных слушаниях. — И парк уже выпускали. — Да, и может быть, чтобы на общественных слушаниях уже конструктивные вещи звучали, а не только там, да... — Нет, вы знаете, вот сейчас я вспомню, я некоторые заседания в вечернем, там были ситуации очень интересные. Человек приходил, гражданин какой-то, начинал выпускать парк, а вот, да-да-да-да, а, допустим, спикером был чиновник. Он ему сразу раз цифры, и отчего съел, и все, у меня пара закончилась. Оказывается, это человек, просто который возмущался, был не в курсе. Прозначить не хватает. — Угу, угу. — Николай Пихтин, это его особое мнение вы сейчас слушаете. Ну, вот еще о городских вещах. На прошлой неделе буквально сотрудники компании «Т-Плюс» сообщили и опубликовали фотографии, истории, которое случилось там на улице Луганской, где находится офис «Т-Плюс». Пару лет назад, когда только начинался проект «30 скверов», компания «Т-Плюс» одной из первых провела конкурс, организовала всех сотрудников, и они вышли активно, и газон, который прилегал и неблагоустроен был к своей территории, полностью благоустроили, засадили кустарником. А на прошлой неделе пришли сотрудники соответствующей муниципальной службы и просто все уничтожили. — Хотя это было огорожено. — Это было даже огорожено. — Нет, вот эта история, конечно, она печальная история, но мне интересно стало то, что нашли они в себе силы чиновники признаться, что да, они допустили ошибку, и я так понял, они будут восстанавливать, обратно выставить какие-то кусты и так далее. Это вся большое ощущение. — Вот это я упустила. Это где такое было сказано? — Было, я читал, да. — То есть уже отреагировали? — Да, да, отреагировали, что извинились, что да, извините, вот так получилось, и мы обязуемся, значит, восстановить. Ну и может не эти пустыни, но что-то, значит, сделать. — Вот это интересно, как работают сейчас соцсети. Ведь это же в соцсетях появился такой пост. Олег Прохоренко его опубликовал. — Читают соцсети. — Читают соцсети, и интересно, что подхватывают СМИ такую историю, стараются стимулировать. Значит, исправят, говорят гороскопы. — Да, да. Для меня это радостно, это большое дело, кстати. Не каждый может признать свою ошибку. — Напомним, что все-таки этот проект начинался как проект абсолютно на общественных началах, и компании «Т-Плюс», как и другие компании, свои собственные деньги туда вкладывают. — Я могу... — Как потом с бизнесом-то работать? — Я вам могу, наверное, интересно рассказать. Рядом у меня с офисом, там ежегодно скапывали, ну, небольшую такую ямку, каждый год там что-то трубу прорывало. Нынче они решили, видать, скапать больше и выкопали метров, наверное, 20. И поменяли трубы, и то все. Там поставили ограждение, ограждение упало, а там ходят слепые. Я Прохоренко написал, что вот так и так слепые же упасть могут. — Олег Прохоренко возглавляет пресс-службу компании «Т-Плюс» сейчас. — Да, да. Он, значит, мы сейчас все сделаем. День проходит, мы ничего там не сделали. На следующий день я опять ему фотографии, значит, видео снял, все переслал. Потом пришли, поставили все. Дальше что произошло? Интересно. Они сняли весь этот асфальт. Завалили щебнем, сняли весь асфальт, положили совершенно новый асфальт, выровняли все бордюры. А газон, где рядом громадный газон, где они машинами съездили, они пришли, все выровняли, засеяли травочку. Сейчас там серьезно порядочко. — Боже мой, что происходит у нас там? Все-таки общественное мнение начинает приобретать какой-то вес. Да, Николай? — Я о чем говорю, конечно. — И вот, кстати, мы... — Когда оно без агрессии. — Да, вот хорошая, кстати, подводка, не было запланировано, но имеет смысл обсудить. Потому что ведь на этой уже неделе будет в ближайшее буквально время оглашен список третий по общественной палате Кировской области. Два первых списка от губернатора от ОЗС оглашены, сейчас третий. И по первым двум спискам довольно большая конкуренция была, как мы знаем. По третьему списку ничего сказать не могу, не знаю, правда. Но учитывая то, о чем мы сейчас с вами говорим, о том, что вы к общественному мнению стали прислушиваться и быстрее оперативнее реагировать. Как вы думаете, новый состав общественной палаты, каким бы он ни был, сможет работать эффективнее? На что ему обратить внимание? Вы ведь очень часто бываете на заседаниях открытой общественной палаты. По общественной палате вопросов много на самом деле. Давайте, выкладывайте. Во-первых, вот о чем вы сказали, вот это оперативное реагирование, оно в свое время мне объясняли, что вот регламент такой и так далее, и так далее. Не оперативно реагировало общественное? Оперативная реакция, ну возьмите пенсионную реформу, до сих пор палата не среагировала. Никак. Нет, у палаты было два остальных. Нет, я был на одном. И они свои, все, что там обсуждалось, опубликовали. То есть вот этого быстрого реагирования нет. Но не вышли на улицы как пенсионеры, как профсоюзы. Не то, что на улицы. Члены общественной палаты должны были поработать, в этом смысле. Недостаточно, вы считаете, отреагировали. Да. Дальше, значит, я считаю, ну, может кто-то на меня обидится, но я считаю неправильно, когда люди по нескольких созывов сидят в палате. Я считаю, вообще должно быть сменение. Кстати, а почему бы я через срок и ушел? Как бы на себе пример показал, что срок и достаточно. Пусть другие идут, особенно молодых, наверное, побольше. Пусть идут, они энергичные, боевые. Пусть идут, делают. Ну, и самое главное, конечно, недостаток в общественной палате, но не недостаток, а есть непонимание у людей, да порой у самечественной палаты. А для чего палата? Многие не понимают, что все же это институт, это не орган. Многие считают, что это орган, к которому он пришел, пожаловался, и они побежали и начали делать. Это совершенно не так. Не для этого палата создавалось. Особенно непонятно, для чего была палатая законодательная инициатива. Ну, это я вообще против, было, но вообще... Пока что инициатив никаких нет. Может, прекрасно было с депутатами работать, и инициативы все делают. А вот интересно, может быть, как раз то, что никакие не рождаются законотворческие инициативы в недрах палаты, о чем это нам говорит? О том, что, может быть, недостаточно в этом смысле компетентные люди? Ну, во-первых, сам процесс подготовки или даже генерации закона, это очень сложная штука. Или они получили это право, а сами не поняли, зачем его получили? Скорее всего, скорее всего, так и есть. Скорее всего, и так и есть. Я вообще не вижу смысла, зачем это... Законодательные инициативы. Да, я очень не вижу смысла. А вот этот вот, вы говорите, что один срок и достаточно. Но мы видим, кстати, говорят, что есть люди, которые циркулируют, то они сначала в Гордуме, потом в ОЗС, потом еще раз в ОЗС, потом в общественной палате. И так вот этот вот такой цикл продолжается. С одной стороны, вроде у человека есть компетенции, раз он прошел такой длинный путь. А с другой стороны, есть ваша реакция, что посидел срок, уступи место другому. Посидел срок. Люди для чего идут? Отслужил. Отчасти. Отчасти. Естественно, и все. Статусность. Вот здесь прервемся на полторы минуты. Статусность обсудим. Да, действительно, эта программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Особое мнение сегодня высказывает общественный деятель Николай Петин. Итак, мы обсуждаем предстоящее окончательное формирование списков в общественную палату, потом к плану в гордоме перейдем. До эфира вы, Николай, сказали, что я вас спросила, зачем люди, которые вот отслужили в гордоме, в ОЗС, не по одному сроку, бывает третий, четвертый, еще потом, потом еще, когда уже все вроде бы закончено, идут в общественную палату. Хорошо это или плохо? С одной стороны, у человека есть компетенции, вроде бы он прошел длинный путь, с другой стороны, вот вы говорите, надо молодым дорогу давать, то есть все активно живут. Вот что здесь должны перемешивать? Вот когда был форум, что не так, я об этом же и говорил как раз. Честно говоря, я тогда и понял задачу форума, что вот такие вопросы и обговорить, потом пошло немножко в другом русле. Это придает определенную статус для человека, то есть он уже вхож в какие-то кабинеты, где-то узнаваемый, что ли. То ли люди не хотят с этим расставаться, то ли что. Дальше я, опять же, не в обиду кому-то, но среди руководителей предприятий, учреждений, очень хорошие люди, все, но они не общественные. То есть вам непонятно, зачем они общественные? Мне непонятно, зачем они, да. Мне непонятно, честно говоря. Из кого должна состоять, на ваш взгляд, общественная палата? Из активистов, в первую очередь. Мы с вами вначале говорили, активисты, и вообще семья, надо эти активисты, те, которые реально что-то делают, выходят, работают, продвигают свои дела. И про выборы, и про реальную работу. Конечно, самым ярким персонажем, который идет сейчас в Гордуму, у нас до выборов в Гордуму 9 сентября, 9 же сентября, воскресенье. Наверное, является сын Олега Дориановича Боленчука, депутатом Государственной Думы от Кировской области. Он идет в Городскую думу сейчас. Он как-то вот, его никто и не знал, что есть у Валенчука сын, а тут он появился. И появился очень ярко. Он появился на Гренландии, на которой, как говорят организаторы, 200 тысяч собралось. Ну, это спорно. И это активно обсуждалось. Как вы вот эту вот всю ситуацию оцениваете? Видели молодого человека? Да, я видел. Во-первых, до сих пор его никто и не знает, кто он такой, откуда он, что он из себя представляет. Здесь, наверное, уже, скорее всего, избиратели, пусть на своем участке, сами решают. Они-то решат. Я вас спрашиваю, ваше особое мнение. А мое особое мнение такое, что на довыборы никто никогда особо внимания не обращал. Кого там добирают. Кстати, это очень интересный был ход для того, чтобы кого-то протолкнуть своего. Они как бы втихаря проходили. В результате приходят там 10 человек. Почему был? Может, и остался? Да, похоже, и осталось так. Да и он сейчас под шумом как бы и пройдет. Но вдруг раз и всплыло это все. Честно говоря, здесь компромисс такой интересный, что его никто не знает, и он как бы может в Думу попасть. А с другой стороны, за его спиной отец стоит, который может его профинансировать и административный ресурс где-то включить и еще что-то. Олег Дарьянович уже 11 лет в Госдуме. А, да, 11 лет, да. Заселился. Ну, не знаю, он же по садоводам работает. Ну, садоводом можно работать и без Госдумы. У меня позиция по срокам такая же, как и по общественным палатам. То есть вы думаете, что папа двигает сына? Конечно, конечно, безусловно. Я не исключаю, что в дальнейшем у него планы строят, что он в Госдуму по сыну будет. Ну, так, к сожалению, сложно оценить на самом деле, зачем Павел идет в Гордуму. И на сколько он может принести пользу городу, потому что никто его, собственно говоря, не знает. Он не проявил себя, не заявил на себя никак. Зато он был на Гренландии на сцене с Розенбаумом, он и пил песни. Это папина работа. Папина работа. Я видел, да. Это папина работа. Как вы отреагировали на это? Нет, реально. Вообще никаких эмоций? Ролик был очень эмоциональный. Нет, просто понятно было, к чему, что, зачем это сделать. Гренландию по-разному сейчас оценивают. Ну, действительно, народу стало ездить больше. И если вот мы сейчас обсуждали в перерыве некоторых раньше от Гренландии, не могу сказать, что, как сказать, отвращало, чтобы было очень много пьянства, прямо скажем, то теперь его нет. Но я слышала, и читала, и слышала о тех, кто был, обсуждают политизированность большую Гренландии. Да. Ну, честно говоря, политизированность есть, но она ведь небольшой, только во всей программе. Она небольшой только, в принципе. Ну, это такой инструмент. Вот сейчас, смотрите, Павел Валенчук вышел через Гренландию, вот, широкую сцену. Ну, да, это, ну, свои политические интересы Олег Дарьяновича тут проталкивают. Одобряете или нет? Нет, их не одобряем. Не одобряем. Голосовать за него не будете? Нет. А я, у меня, я не знаю даже, какой уровень. Я не знаю даже, где. А вы знаете, кто идет от вашего округа? Нет. А у нас, по-моему, нет, в нашем округе нет до выборов. Во всяком случае, я не видел никаких объемов. Но со списками-то познакомились с тобой? Нет, конечно, не знакомились. А почему вам так безразлично, кто идет в Гурдуму, в депутаты? Какая разница, по какому уровню? Нет, мне не безразлично, когда официальная выбора в Гурдуму. Там я... Так и сейчас официальная. А сейчас до выбора. Там немало людей претендуют. Там еще по противной списке кто-то идет и так далее. Там мутное это дело и все. Не интересно. Не интересно. Совсем. А как вам нравится Гурдума? Работает уже, смотрите, сколько? Два года? Гурдума, прозрачности не хватает. Вот то, что сессии проходят, там еще приходят журналисты, общественники приходят, смотрят. А то, что на комитетах комиссия происходит, эти ж никто не видит. А там, видите, основу это все решаться там. Но зато у нас очень активная глава города, Елена Васильевна. Она да, она да. Ее можно оценить как-то? Она молодец. Почему молодец? Давно у нас таких не было. Что нравится? Открытое. Открытость мне нравится. Потом она, значит, не боится сама съездить к любому уголу города, посмотреть, лично проверить, походить. Доверие у вас вызывает? Конечно. Это всегда доверие вызывает. Кстати, чем Лужков в Москве отличался и Собянин сейчас. Он же в любую точку Москвы, в любое время может приехать, никого не спрашивая, без всяких свит. Это очень ценно, на самом деле, для горжан. У вас были уже встречи с Васильевым Васильевым? На коротке. На коротке были. У меня там одна бета-святая. С тротуаром. Частный? Нет, почему нет? Нет, а какая? Тротуар на Пулачево. Четыре года мне обещают. Вот на будущем это прообещали сделать. Пробили? Она прообещала. У вас же еще есть общественное голосование по тротуару. Я голосовал, я делал, все. Я письма писал, фотографии, и депутатам всем писал. Но вы с ней как встретились? Кстати, ни один депутат не ответил. А кто у вас депутат? Ой, я не помню даже. С 40-го, она. Лучше сразу к главе города обратиться. Ну, то есть она достаточно доступна оказалась для просьб, встречи и прочее, да? Ну, в Фейсбуке отвечают. Она в соцсетях отвечает в Фейсбуке. Поэтому, когда ставишь хэштег Елена Ковалева, то обычно реагирует на то, что ты пишешь. Я честно скажу, я не пользуюсь. А вы этим пользуетесь? То есть, либо она, либо ее аппарат работает все-таки и проверяет эти истории? Вы знаете, что правительство Российской Федерации заказала программу компания «Медиалогия», да? Которая делает рейтинги, в том числе и по СМИ, очень большие. Эта программа уже сделана. Она будет запущена во всех регионах. И эта программа будет сканировать все соцсети, включая Фейсбук, на предмет критики и каких-то негативных ситуаций. При этом будет требоваться от властей региональных, муниципальных, мгновенная в течение суток реакция на это сообщение. При том, что сообщение не будет поступать в сторону администрации, а просто люди обсуждают. А администрация президента будет следить за тем, чтобы реакция последовала от властей. Как вы считаете, это инструмент для того, чтобы народ усмирить? Либо это действительно инструмент, который должен стимулировать чиновников работать? Мне кажется, инструмент все же, ну, властью задуман как? Чтобы стимулировать чиновников работать? Здесь я не вижу, чтобы народ усмирить. А в чем? Наоборот. Народ еще активизируется. Когда увидят первый случай, чтобы у него в подъезде заменили лампочку, чиновники приглашали, массово пойдет. Это бедный чиновник, и мне жалко, потому что, честно говоря. Так, то есть, верите, что это будет работать? И вы не против, что ваши соцсети будут на этот предмет сканироваться какими-то программами? Нет, нет, нет. Я на это, честно говоря, я тоже обращать внимание на это не буду. У нас же был случай, мы снимали по этому же тротуару, все тележенщики пришли, снимаем тротуар, подходит женщина, узнала, значит, ведущего, не буду говорить, кто. И говорит, слушай, так у нас тоже там бежит, он с женщиной, а вы куда-нибудь обращались, и она ушла. Вторая, подходит точно такая же ситуация. То есть, все хотят, чтобы кто-то за них пошел и что-то сделала. А сами палец в палец не ударят. Так что в соцсетях бум будет. Будет бум таких, как только люди поймут, что это такое. Осталось у нас буквально три минуты, ну уж раз мы упомянули пенсионную реформу, то, наверное, и вы сказали, Николай, что плохо отработала общественная палата по поводу пенсионной реформы, но зато смотрите, как работают коммунисты и профсоюзы. Они выходят на митинги, чего давно не было. Я на этих митингах был, честно говоря, жалкое зрелище. Но 200-300 человек приходят, но это смешно. Те, которые постоянно ходят на любой митинге, без разницы, им нужно на митинге, ну это смешно. Я вам скажу больше, я из Facebook, из сетей приглашал ребят, говорю, приходите, которые возмущаются. Я один не пришел, не один. Скоро митинги перейдут в соцсети, вероятно. И, честно говоря, я ожидал, может, наивно это выглядело, но я ожидал, думал, что и партии, и профсоюзы вместе объединятся, и на фронтах, как бы, расставаться-то всех. Но каждая партия на себя тянет, как-то себя продвигает. И, честно говоря, вот уже прозвучало даже от ярых сторонников, что, ребят, вы если на митинг выходите, в первую очередь лучше говорите о том, что вы пенсию повысили. Возраст неизбежно повысит. Некуда деваться. Все равно повысит. И, кстати, помните, на общественной палате я и другое предложение, это мое предложение в роликах записали. Повторите. Чтобы с 2019 года уже кто вновь начинает работать, у тех уже считался новый возраст. Никаких ступенек не надо, ничего. Сразу резко, без ступенек повысите все? Ну, почему? Ну, человек в 2019 году приступает в работу, он получает трудовую книжку. Все, у него новый возраст. Он знает, он уже жизнь свою планирует, он уже знает. А сейчас, когда 45-летний, 50-летний друг ломают судьбу всю, они спланировали свою жизнь. То есть не трогать тех, кто уже подходит, да, а начать с тех, кто только вступает на трудовую книжку. Я утверждать не буду, но, по-моему, в Америке так сделали. И прошло спокойно и гладко, и без компетенек повысить. А вот что касается, остается у нас одна минута, что касается социальной жизни пенсионеров. Когда на Москву смотришь на Центральный канал, ты не можешь не обратить внимания, как там в Собянин все для них устроил. Они тут электрички сделали бесплатными для москвичей и жителей Подмосковья. Они социальные центры открыли с бесплатными занятиями, чем только возможно. Но пока я не слышала, что где-то еще такая практика есть. Ну, вы знаете, мне кажется, это, вот, возвращаясь к первому вопросу, вот это там должно быть закладываться все. Вот когда город будет преобразовываться, вот это все делается, вот там это все должно закладываться. Инфраструктура для пенсионеров. В том числе. Ну, кстати, у нас ведь есть. Это же Центр работает в бывшей автобусе и так далее. Это частная инициатива. Ну, тем не менее. Не государственная. Не государственная. Ну, мне кажется, вот. А вот, смотрите, у нас выросло предложение из нашей сегодняшней программы от Николая Пихтина городским властям, видимо, городским, не знаю, может, и областным. Когда город перестраивать будете, перекапывать за пять лет весь, сделать инфраструктуру для пенсионеров. То есть, об этом обязательно подумать сейчас надо. Двигайте, Николай, эту тему. Мы вас поддержим. Спасибо. Николай Пихтин, общественный деятель, это его особое мнение. Было сегодня в эфире. Всем хорошего понедельника и отличной недели. Спасибо. Спасибо.